МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сегодня на территории Гомельской области утром прогнозируется переменная облачность. Возможен дождь. Днем температура воздуха составит 19 градусов тепла. Осадков не ожидается. Ветер юго-восточного направления скоростью до 7 метров в секунду. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Во дворце Румянцевых и Паскевичей продолжает работу выставка современной живописи стоп-кадр художник Юрий Платонов. Его творческий подход стал чем-то напоминать мгновенное реагирование на окружающий мир. Автор постоянно выходит и выезжает, чтобы зафиксировать момент, который открывается перед ним. Так и получается его стоп-кадр. Организаторы выставки уверены, что встреча зрителей с деревянной архитектурой белорусской деревни, тихими окраинами Полоцка и Гомеля, которая представлена в его работах, будет теплой и интересной. Не пропустите! МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Картинная галерея Гаврила Ващенко продолжает выставку под названием «Что может быть лучше природы афорта Ивана Шишкина?». Живопись этого мастера любима многими поколениями зрителей. Менее известно его графическое наследие, хотя Шишкин был гравером-профессионалом. Он создал более ста листов, посвятив их изображению родной природы. На выставке будет представлен альбом 60 афортов профессора Шишкина, 1870-1892, Санкт-Петербург. Это оригинальные афорты черной краской и сепей. Причем папка является итогом более чем 20-летней работы художника в технике афорта. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Библиотека имени Герцина предлагает познакомиться с живописью Норика Сарибикяна. Экспозиция под названием «Камень преткновения» открылась в рамках проекта «Живой автограф». В ее основе картины выполнены в технике масляной живописи. Гомельчане увидят работы, написанные художником в 2020 году. Название экспозиции дала одна из картин – «Камень преткновения». На выставке раскрывается ее тайна, в основу которой положен вечный круговорот жизни. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 14 октября Гомельчан ждет концерт вокального ансамбля «Камерата». За время своего существования заслуженный коллектив Республики Беларусь прошел путь от ансамбля, основанного на общих интересах участников, до профессионального коллектива. «Камерата» – это высочайший уровень исполнения и авторская музыка, которая вбирает в себя элементы многих известных стилей и направлений. Исполнительская манера музыкантов основана на использовании пения акапелла в сочетании с техникой микрофонного пения с одновременной обработкой голосов посредством электроники. Некоторые композиции не содержат ни единого слова. Это настоящие звуковые полотна, которые передают эмоции, а не песен и смысл. Организаторы обещают зрителям впечатление, будто перед ними выступает Большой симфонический оркестр, поддержаны самыми экзотическими инструментами. Приходите 14 октября в городской центр культуры. Начало концерта в 19.00. Жители и гости города Гомеля приглашают в ДК железнодорожников на балет в двух действиях Андрея Петрова – «Сотворение мира». Хореограф и постановщик балета – народный артист СССР и Белоруссии, лауреат Государственной премии Республики Беларусь – Валентин Елизарьев. Зрители ждут не просто изложения важных тезисов, а живая, яркая, многозначная, образная реальность спектакля. Балет отзывается на важнейшую проблему современности и воспевает могущество человека и вечную силу материнства. Спектакль состоится 31 октября. Начало в 17.00. Думаешь, бизнес – это не для тебя? Слишком сложно? Скажи «Стоп» своим сомнениям. Пора действовать. Как открыть собственное дело? Где получить информацию и финансовую поддержку? Практические советы в различных сферах бизнеса. Наши герои добились успеха с нуля, а значит, и тебе это под силу. Составь свой бизнес-план вместе с нашей программой. Смотрите сегодня в 19.20 на телеканале «Беларусь-4 Гомель». В выпусках передачи «Земля наша» творческая группа знакомители зрителей с жизнью малых населенных пунктов нашего региона. Сельскохозяйственные, социальные и культурные темы раскрываются через конкретных героев – работников местных хозяйств и сферы услуг, сельских учителей и школьников, участников творческих коллективов и ремесленников. Каждый герой – яркая, неординарная личность со своей уникальной жизненной историей. Включайте телеканал «Беларусь-4 Гомель» в 19.35. А по вечерам в нашем эфире программа «Добрый вечер, Гомель». Это рассказ о ярких событиях и жизни Гомеля, и Гомельской области. Разговор на актуальные темы с интересными гостями в студии. Включайте телеканал «Беларусь-4» в 20.25. Не упустите хорошую возможность. Приятно провести вечер всей семьей у телеэкрана. Осень радует нас изобилием свежих овощей и фруктов. Поэтому не пропустите последнюю возможность до зимы насытить свой организм полезными витаминами и микроэлементами. Сейчас я подскажу вам лучший рецепт витаминного коктейля. Итак, нам понадобится морковка, яблоко, апельсин, банан, 30 граммов овсяных хлопьев и 700 граммов апельсинового сока. В блендере нужно измельчить морковь, яблоко и очищенный от кожуры и косточек апельсин. Добавьте банан и овсяные хлопья. Влейте апельсиновый сок и еще раз все хорошенько перемешайте в блендере. И питательный коктейль готов. Будьте здоровы! А сейчас перейдем к интересным новостям. Удивительных размеров паутина была найдена в одном из парков США. На местной тропе между двумя деревьями люди обнаружили огромную паутину, в которую с легкостью может попасться человек. Разумеется, работа паука быстро привлекла внимание пользователей сети, которые в комментариях принялись обсуждать находку. Эта работа принадлежит пауку-кругопряду, который не представляет угрозы человеку. Этот вид арахнидов питается только насекомыми и способен создавать больших размеров паутину. Далее рубрика «Есть вопрос». В этом выпуске адвокат Наталья Тарасова расскажет о медиации для семейных споров. Новшество в законодательстве. Прежде всего я хотела бы напомнить, что медиация – это переговоры между конфликтующими или спорящими сторонами с участием независимого посредника-медиатора с целью достижения взаимоприемлемого решения, то есть того решения, которое устроят обе стороны. Можно применять для разных видов гражданских споров медиацию, можно сказать, что наиболее актуальна она в семейных спорах. Почему? Потому что это всегда эмоциональный конфликт, это всегда отношения. Медиация применяется у нас довольно давно. Закон работает о медиации с 2014 года. И практика его применения вызвала необходимость внесения изменений. Вот какие изменения сейчас внесены в законодательство о медиации. С 1 июля при подаче заявления о расторжении брака либо в органы ЗАГС, либо в суд, заявителю или ИСУ будет разъясняться право его воспользоваться возможностью поучаствовать в информационной встрече с медиатором. Цель этой информационной встречи – рассказать, что такое медиация, и чтобы стороны определили для себя, подходит ли им такой способ разрешения их конфликта, их спора. Участие в такой информационной встрече является бесплатным. Поэтому стороны ничего не теряют. Вместо того, чтобы идти в суд, воспользоваться возможностью информационной встречи с медиатором и попробовать разрешить конфликт без обращения в суд. Как всегда, Новый день с вами встречала программа «Утренний фреш». Пусть этот день будет насыщенным, а хорошее настроение – неизменным. Не переключайтесь, с нами интересно. Субтитры создавал DimaTorzok